Туда можно просто приехать и отдохнуть. Вот мы видим следующую сетку. Это первая еще сетка. Четыре пары пилотов верхних уже проехали и следующая пара начинается. Итак, Дмитрий Нагула, город Гродно, команда Ликвимолина, Ниссан С-13. И на таком же автомобиле представитель города Киева, украинец Никита Лукянов, один из лидеров украинского чемпионата. Итак, заезд. Дима Нагула первый. Мы смотрим, как он отрабатывает в салоне автомобиля. Никита Лукянов отстал после постановки. Не хватает ему темпа и большое расстояние все-таки. Но после перекладки сокращает он дистанцию, не без ошибок, выезжает за внутреннюю линию траектории. Судьи обязательно на это обратят внимание и в этом заезде преимущество у Гродненского пилота. Надо добавить, что Никита Лукянов это самый молодой пилот, которого в принципе мы знаем и который участвует в дрифте. Ему всего лишь 21 год. Но начинал он с 16 лет ездить. Его все называют Никита Лукянов малой. Посмотрите, что делает Дима Нагула. Просто невероятное расстояние. Буквально в нескольких сантиметрах всю первую дугу проезжает он от своего соперника. Перекладка. Внутрь лезет Никита Лукянов и Дима Нагула снова здесь. Ну просто невероятный заезд в исполнение Гродненского пилота и заслуженная победа. Проходят следующий тур. Никита Лукянов и Роман Матюкевич следующая пара пилотов. Представитель города Киева, который проиграл в первом туре Диме Нагуле из города Гродно. И сейчас опять на Гродница он попал. Роман Матюкевич не совсем стабильно проезжал как тренировочные заезды, так и квалификацию. Невысокую позицию он там занял. И мы видим, что есть у него определенные проблемы во время управления автомобилем. Ошибается очень сильно и это ноль баллов в первом заезде. А Никита Лукянов стабильно доезжает до финиша, получая полное преимущество. Вообще вот такие ошибки или технические повреждения автомобиля в момент перекладки и когда очень много дыма могут привести к серьезным столкновениям. Поэтому это хорошо, что сейчас все хорошо закончилось. Да, преследует сейчас Гродница киевлянин. Очень много работы рулем у Романа Матюкевича. Перекладка. И разворот, и до контакта доводят пилоты свои автомобили. Я как будто предвидел эту ситуацию по причине того, что все-таки техническое состояние автомобиля не позволило нормально ехать Роману Матюкевичу. Ну, то есть, ну, как-то так это произошло. Да, как-то досадно он развернулся, не поймал так называемый держак, упустил, развернул автомобиль. И, конечно, Никита Лукянов, который преследовал его, прямо въехал в него. Так, следующая пара пилотов. Евгений Лазеба, город Брест и киевлянин Никита Лукянов, знакомый нам уже по нескольким заездам. Разгоняются пилоты. Широко по правильной линии проезжает Никита Лукянова, а Женя Лазеба, не справившись с постановкой автомобиля в занос, выезжает за линию, теряет угол и отдает преимущество своему сопернику. Ну, исходя из таких заездов, вы можете понимать, что все-таки дрифт, это помимо того, что яркое шоу, это достаточно сложное техническое мероприятие, можно так назвать. Это сложно ехать, сложно ставиться, сложно готовить автомобиль и, в принципе, сложно выполнять судейское задание. Да, пилотам приходится выполнять очень много движения, чтобы на грани сноса управлять автомобилем. И один, и второй пилот в этом заезде совершили некоторое количество ошибок, но по совокупности судьи дают предпочтение киевскому пилоту. Серьезно отнесся к ночному этапу, и у него внутри автомобиля прямо там дискотека. И Никита Лукянов в том числе с подсветкой в нижней части автомобиля участвует на данном этапе. Андрей Пискарев едет первым, и Никита его преследует. Зона постановки широко Андрей Пискарев, хотя можно было еще чуть-чуть шире. Здесь он не доезжает до нужной линии траектории. Никита Лукянов слишком рано перекладывается и выезжает за внутреннюю линию. Вообще, как я знаю, организаторы призывали пилотов и, в принципе, тех парк ставить дополнительные фонари на свои автомобили, для того, чтобы было ярче, было красивее. И вот как раз-таки пилот из Литвы и из Украины, они сделали некое шоу. То есть красивые подсветки, радужные. Да, чтобы порадовать не только нас, но и всех зрителей, собравшихся на стадионе в Логойске. А пока мы видим, что Андрей Пискарев достаточно стабильно проезжает в роли преследующего пилота и выигрывает в этом заезде. Как же красиво, а? Как же красиво! Третий этап чемпионата Республики Беларусь по дрифтингу.